привет я прости темплар и уже пора пора выходить из этой поливешные комы уже все работают а я вот до сих пор немножко более но все хватит болеть говорю я тебе пора записывать пора играть про стримить пора летсплейте в общем-то сегодня поиграем в инкулинате я на самом деле хотел выбрать другую игрушку там вышло какой-то 7 сентября якобы хоррор хоррорюшка где ты просто ходишь по пустому городу что-то делаешь мы ее запишем обязательно запишем обязательно посмотрим но я решил начать с чего-то нового с чего-то интересного инкулинате в общем-то поиграем в демо версию игры если она нам понравится если нам зайдет мы будем проходить если же нет то на нет и суда нет инкулинате в общем-то я прочитал немножко про игрушку какая-то стратегия где ты должен будешь чернилами рисовать каких-то персонажей каких-то героев из средневековья и проходить какие-то задания поэтому давайте просто начнем а я тут посмотрел для того чтобы начать основную кампанию это конечно же путешествие академия я так понимаю пвп какие-то бои не знаю доступны они сейчас недоступны но судя по всему они доступны поэтому давайте начнем наше путешествие а как-то оцениваешь свой навык владения живыми чернилами ну неплохо я наверное оцениваю навык владения вот и насколько оцениваю свой навык я вот оцениваю как неплохо поэтому будет неплохо так кабачицы в эти сложные времена женщина должна быть сильный согласен обязательно согласен так а еще персонаж есть а цвет цвет платьишки можно поменять а еще что есть кто точнее мельник знает что в жизни важно но не умеет вселять уверенности лыбиться хорошо лунатик а где-то должен быть сахатый внучатый племянник мастера рос в сиротском приюте но это не очень на нем сказалось то лунтик типа что ли ну как и ну давайте начнем а еще есть кто давайте начнем за кабачицу все-таки женщина должна быть сильной поэтому давайте поможем женщине быть сильно хотя она и без нас справиться сильная и независимая так имя ну пусть будет олив оливайф почему бы и да по такой средневековый имя вполне хороший красный цвет нам тоже кстати подходит мне нравится розовый больно хороший но не то а давайте вот такой вот красненький наверное да тем больше на оранжевый похож ну да ладно не суть звери так есть собаки кстати псы есть зайцы заяц мечник заяц копейщик заяц лучник есть собака тоже мечник пес псина и все давайте наверное зайцы год зайцы то как-никак год кролик поэтому давайте жесты фиксированный урон тычок есть это такое лечение исцеляет зверя или менее инкулината на 4 единицы здоровья ну пусть будет тычок пусть будет урон посмотрим таланты рукоположение жеста направляемые на дружественных зверей увеличивает уровень их ним бы на 1 ну хорошо далее далее не знаю что это был за меню но посмотрим так куда нам надо какие-то гоблины кого надо побежать сюда до начала сегодня ты сдашь последний экзамен станешь мастером инкулинатом и отправишься в свое путешествие правда перед экзаменом тебе еще предстоит столкновение с диким зверем столкновение с диким зверем ну-ка просто щелкни на кнопку в общем то такие бои помечены знаком меча и пера в этом типе в этом типе битв мини инкулинат врага не участвует как только войдешь в зону покинуть ее ты уже не сможешь так что будь внимательнее хорошо мастер я готов так поехали а тип апокалипсиса огонь апокалипсиса поле боя будет сокращаться с каждой главой пока все все его не пожрет огонь апокалипсиса против меня тоже заяц и кстати ай кот есть кота я хочу себе армию котов хочу армию котов сэр улитка есть а у меня трое всего они честно ну-ка сменить армию как зайцы мои мои зайцы у меня нет больше армии у меня только три зайца что за фигня такая заяц копейщик заяц мечник заяц лучник лучники всегда должны быть сзади надо поменять так а можно как-то просто местами поменять лучник должен быть сзади или нет или это типа без разницы ну ладно просто в армии всегда лучники сзади в первые стоят копейщики почему потому что коница как побежит как она на копье наткнется как все кони помрут потом стоят мечники потому что ну почему что потому что потому что когда коница сломается лучники и мечники все обстреляют и всех убьют вообще иногда ставит еще лучников вперед как их поменять то все таки лучника вперед они стреляют во врага потом враг подходит лучники отходят назад на их место становится копейщики те рассказывать тактику и вообще это искусство войны между прочим поэтому запоминайте лучники становятся назад копейщики вперед мечники тоже где-то здесь и потом они так обходят и в общем то побеждают вот я тебе говорю так все есть ну хорошо давайте попробуем далее так глава 1 ожидайте неожиданности на вашем пути вас будут ждать разные звери элементы поля боя и случайные события если вы заметите звери или элемент которого раньше не видели воспользуйтесь подсказкой нажмите назначенную клавишу чтобы включить или отключить подсказки не будем нажмите назначенную клавишу посмотреть инструкции пища для размышлений хорошо так это мы а чё мы делаем а чё надо делать так давайте заяц-лучник типа так атаки меча наносят максимальный урон но только по соседним клеткам давайте читать внимательно потому что вы задолбали писать что они внимательны поэтому давайте все делать внимательно копье может достать на две клетки вперед и имеет самый большой радиус ближнем бою лук может стрелять на расстоянии до 6 клеток кроме соседних однако зверь с луком уязвим и имеет минимальный запас здоровья хорошо ок лучник чтобы узнать правила игры нажмите назначенную клавишу какую клавишу где клавиши где клавиши так это заяц да спит он ну давайте лучника сюда так наверное нарисовали заяц как тебе мой заяц вот это да так давай копейщик копейщика сюда это художество конечно так тут тоже какой-то заяц спит а у меня еще должен быть заяц а у меня чернила кончилось да ну все я готов к бою где моя рать где насрать я если я сейчас всех победил где как начать то инструкции основу ой господи ой господи боже мой ладно так они спят почему они спят-то ну-ка проснулись все в бой пошли как в бой-то кролики мои ну-ка в восстаньте в бой встаньте давайте в ряд так это я оливайф это я да может быть мне кого-то тыкнуть погружение в дрему сдвиг влево а вы можете мгновенно совершить это действие если на клетке есть зверь если бы на этой клетке был зверь вы могли бы совершить это действие это значит что зверь находится в пределах радиуса действия но вы не можете совершить это действие вы не можете отбросить молящегося зверя даже если находится в радиусе действия так а куда уехал и татататата верни вот этот начать-то сир дуки сон и гантер глава 2 мы все спим 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 все проснулись ага сайт сбежит заяц очухался заяц дай ему ты ты к него копьем копьем я сказал ты книгу жирны живые чернила и встречи собирать чернила важно и во время встреч с дикими зверями за каждый извлеченный 12 капель живых чернил вы получите бонус все ваши звери восстановить часть здоровья и получат ним ну-ка стреляли в него ну-ка 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 давай 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 а это типа урон был до пиу ага словил заяц так спит тут еще один заяц бежит и зачем мою одежду бьешь ты чё ира такая так любого не любого не задом заставляет врагов взирающих на него погрузиться в дрем вызывает головную боль и снижает их меткость если цель смотрит в другую сторону прием не сработает так отбрасывание молитва дрема давайте копьем утыкнем сейчас как на 4 на 3 урона ладно славил выкусил подлый заяц а я щас тебя это я щас еще себе заяц на это нарисует подожья вот заяц мечника как нарисую тут зайца вот смотри как тебе как тебе мой заяц сир джон сир джон ушастый так я не разобрался как пропускать ход просто как пропускать ход давай я его втыкну него в глаз прям пальцем а от тебе и заяц умер хорошо так как вот то пропустить я не понимаю как вот пропустить пробел shift control нет погружение в дрем пускай ладно наверно погружение в дрем у это и есть пропуск кода чернильный дождь какого хрена это хорошо или плохо ты хорош мою одежду трогать так лучник я бы хотел сказать покажи ему жопу но лучше выстрели в него а ты повернуться не хочешь давай помолимся действие зверя молитва после молитвы звери выполняет более мощную атаку в свой следующий ход зверей которые молятся нельзя отбросить до их следующего ухода это значит что их нельзя сбросить в бездну хорошо там труп кстати зайцы давайте копеечка поближе подойдет прямо на труп чернила будут собраны после того как все звери завершат свои ходы и погрузятся в дрему не перемещайте своего зверя до окончания главы растерялись не знаете что делать если не можете атаковать своего врага помолитесь или просто вздремните так ну давай помолимся так ну ты тоже давай молись будем молиться а ты спать так чернила набрали хорошо глава 4 я не понимаю что происходит пока что эти упа и что такое еще окажется вот этот заяц обнаглел ты чё делаешь до выстрели ты в него как-нибудь жопу повернуть можешь нет почему ты не можешь повернуться-то так ладно а я могу зайца нарисовать каком-нибудь так спать так этот заяц молится как повернуться меня оттуда заяц атакуют как повернуться то ну нарисовали мы зайца допустим сдвиг влево сдвиг вправо повернись опа опа так и чё давайте ткнем его пальцем на тебе словил так а давай к нет ладно спать очень сложно как-то пока что разобраться я вот не понимаю так ну все спят спать спят усталые зайчишки огонь апокалипсиса подъехал так там моему зайцу жопа приходит чернильная изморозь это хорошо так 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 заяц заяц прибежал что ты делаешь что ты делаешь заяц и плечу так сдвиг влево надо сдвиг влево взял сдвиг влево так мечник оба молодец так лучник не тот лучник так у меня нужен лучник а может он жоп показать дайте жопа жопа смотри какая аппетитная понравилась отлично так ты спать и все равно ничего не можешь лучники мечник кольни его лучник хоть выстрели в него я не знаю не достает он еще быстрее можешь нет а вот теперь мечник может ему дать в бубен перемещение так 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 в бубен ему дай оба быть вот и все победили чудесно теперь можно сварить еще больше жидкого золота проиграть тебе ничуть не хуже по проиграть тебе ничуть не хуже победы дружище конечно конечно да конец конец чего все статус скуки так скучно и в смысле скучно всякий раз когда вы рисуете зверя в ходе своего путешествия ваш уровень скуки повышается количество живых чернил необходимое для рисования зре зверя возрастает на величину скуки а награды престиж золото хорошо так идем дальше твое здоровье понемногу восстанавливается после каждой битвы а насколько конкретно единиц спросишь ты как я уже сказал в самом начале это зависит от выбранного уровня сложности а что если потеряю все здоровье чё будет если твое здоровье упадет до ноля ты потерпишь поражение в битве после поражения твое здоровье будет полностью восстановлена но ты потеряешь одно перо если после проигрыша перьев у тебя не осталось твое путешествие будет на этом закончена меня их три кстати инкулинаты устают от рисования зверей каждый раз нарисовав зверя они чувствуют как их уровень скуки повысился чем выше уровень скуки тем больше чернил нужно на то чтобы нарисовать зверя повтори что я сейчас сказал чем выше уровень скуки тем больше чернил нужно чтобы нарисовать зверя сэр хорошо чтобы снизить уровень скуки ты рисуешь в своей следующей битве других зверей проведи битву зверей против зверей или посетить часовню понятно понятно будем считать что мы поняли да так дуэль а а мне нужны другие зайцы хочу других зайцев к купить других зайцев зайцы нужны хочу зайцев зайцы побольше вот у них какие там и ослы есть ты смотрю какие-то ослы есть осел бард с и какие-то это кто пес рыцарь пес рыцарь вот это да у меня такого нету а почему у меня так у не то надо надо найти надо добыть надо раздобыть так иногда вашем звери нужно переместиться на уровень вверх или вниз не умеющий летать звери могут использовать лестницу чтобы подняться или спуститься летающим зверем лестница ни к чему иногда ваши звери могут совершать действие даже атаковать врагов находящихся находящихся на других уровнях но не мечом проверьте радиус действий чтобы понять может ли ваш зверь атаковать врага так лучники не спать это чё такое . давай в бочку кабуньк взрыв смысл а где взрыв а у меня тыкнет копьем тык ах ты зараз такая ах ты псина сутулы ах ты я теща пальцем я щас ткну пальцем пальцем ткнуть и к тебе вот тебе словил хрен мордастый так спать там еще бард он наверняка будет какое-то вдохновение барда кидать надо его убить в первую очередь как бард проснулся пёс побежал не вы можете перемещать взгляд по полю боя это понятное дело так зайцы зайцы атака на троечку на хорош словил выкусил за раз такая мне нужно еще бард пришел воодушевление барда кину а я тебе говорил он кинет говорил от меня не слышал а он кинул так надо собак убить так а если мы спустимся вниз мы достанем до собаки это считай 1 2 3 4 5 6 до должны достать 44 ты отлично здорово замечательно так надо нарисовать еще кого-нибудь смысле ты хочешь а я а я когда ходить буду так мне нужен заяц мечник вот здесь нарисуй зайца вот вот это дело так теперь зайцы спят мы тоже спать пойдем он зайцы моего убил ты чё делаешь окаянный ты нахуй моих зайцев трогаешь урон плюс 3 так надо от барда избавляться это не дело вообще он там его хилит по моему я до барда не достаю будем весь урон вносить в эту в собаку и чё-то подошел ну и чё-то там одну хп осталось смысле умри давай так а собаку такую суту убили и давай не подходи сюда я тебе сказал не подходи не подходи сюда я тебя сейчас ты погоди мне нужны лучники надо убить барда пока чернила есть надо убивать надо рисовать надо убивать на тычок давайте ткнем барда нет барда не можем хорошо собаку вот тебя в глаз спать ты бежит осел а ну хорошо он хотя бы ничего не спел на своем этом ослином языке уже хорошо так мечник нет жопу не показывай ударил возмездие это за моих соплеменников ты понял сина осел твоя очередь ты не стоит рубки и стоит утки дудишь ты чё делаешь осел то бляхну так огонь подъехал а вот это уже не дело вот это уже плохо это нехорошо так надо успеть у осла не так уж много хп 12 но мне не хватит урона но если мы ткнем в него пальцем ты чё делаешь там заяц горит беги 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 а так снизу вверх хорош заяц молодец заяц красавчик так пичок пичок на 6 хп на не получилось спать отлично спим ага чернильная изма распределился у нас одно хп осталось ребята это 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 мало мало с одной хп мы много дел не сделаем и много не навоюем да хорош ты пердеть и свои дудки и что же делаешь то такое заяц горит не заяц горит почему вы спите-то если заяц горит почему только осел то ходит к него мечом вот хоть но это был несложно вкус победы почти столь же хорош как вкус моих напитков поздравляю тебя получилось как-то это иди ты в жопа сил как тактика и стратегия вот как у меня получилось это дело так хп восстанавливается скука тоже растет хочу зверей новых хочу осел бард лис лучник пес мечник хочу а слабарда а слабарда хочу и престиж наверно и золото хочу все хочу идем дальше престиж позволяет тебе выбирать варианты диалогу недоступные неотесанной деревенщины у славы есть свои преимущества спасибо мастер обожаю вас теперь ты посетишь небоевую область и битва тебя здесь не ждет но придется принять важное решение влияющие на твои ресурсы хорошо мастер спасибо идем добро пожаловать желаете отведать моего живительного золотистого напитка минус пять золота плюс два сердца мне престижа не хватает кстати немножко мы можем получить престиж или хпшечку а почему бы и да а давай а давай своего напитка я вот хочу выпить золотистый напиток наполняет вас счастьем и силой здорово замечательно идем дальше вот и конец крошечной карты в конце каждой карты тебя ждет мастер инкулинат победив его в битве ты сможешь продолжить путешествие но сначала чтобы сдать последний экзамен в академии придется победить меня на чем нужно сконцентрироваться в этих битвах самое важное тебе потребуется большое разнообразие зверей всегда бери с собой возможный максимум пять зверей вскоре тебе станут доступны новые звери так что тщательно планируй стратегию и не забывай про скуку спасибо за беседу но мне не удалось ничего понять на самом деле я все понял и ты все понял поэтому к бою лавка а кстати пойдем в лавку покажите что у вас есть ахо жесты есть нарисовать стол нарисовать бочку препятствия это кстати препятствие можно использовать в бою можно замедлять противников это хорошо пес лучник лис мечник пес копейщик давайте лиса мечника купим там тоже какие-то бонус а тут был усиление хп за 100 монета мне не хватает а вот надо было посмотреть сначала а вот невнимательность а вот мы все пропустили акс идем скрипторе а назад нельзя только вперед да это беда ладно учтем что ты здесь слоняешься и занимаешься бессмыслицей мастер смысл это всего лишь проекция себя используемая для уменьшения боли мне это не нужно я философ твои слова заполняет пустоту и я тобой горжусь давай же начнем экзамен давай у меня есть тут дофига зайцев подожди заяц лис мечник ты смотри какой злой и осел есть и зайцы есть а у меня кто-то есть по моему другой да нет у меня их 5 все я готов далее а у него там какие-то люди странные были глава 1 песцы инкулинаты часто начинают скучать рисуя раз за разом а ну это мы знаем если вы не будете рисовать одни и тех же зверей уровень скуки будет снижаться на 1 старайтесь для своих битв нарисовать разных зверей и все будет в порядке хорошо так осел что ты умеешь ты умеешь взрыв волынки игра из жопы на волынке хорошо так мне нужно лист мечник сюда вот опа опа а есть такой мне кстати 6 хп это мало все давайте ткань а откунуть никого не может спать мастер кого-то рисует и что такое еще это ты это ты чё нарисовал такое это кто такой это кто такой я тебя спрашиваю еще посмотрю я сейчас залезу и посмотрю ты ри ты ри ты а а можно посмотреть глава 2 кстати какой-то текст рисуется по моему это курощуп кто это предупреждаю я могу заставлять своих зверей взрываться обожая грохот взрывов по утрам я даже получаю за них дополнительные капли живых чернил звери не только взрывается по моему приказу но и когда кто-нибудь их убивает здорово правда замечать вообще так давай игра на волынке пробуждает дружественного зверя от дремы дает ему дополнительный ход на протяжении главы это хорошо ну-ка давай лисица а мы его не там нарисовали кстати они там все ты чё делаешь такое взял какую-то сничи нарисовал так лиса как наверх посмотрите вот а вот так 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 бежим 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 сейчас мы вот к нём умыкающий двойной удар особо атаки по площади на я понял ну хорошо 6 урона сейчас нанесем 6 урона хоба ты тых он еще взорвется да кстати так мне нужен заяц копейщик у меня одну хп мы проиграем ребят проиграем и лисмичник нужен срочно нужен лисмичник тоже сюда вот окно все спать он сейчас меня плюнет ну плюнет в кто он там кура щупа хи кто это все все конец ничего не конец перос по слова заново давай просто хп было не фуловая я не знал что делал так реванш я сказала реванш я отсюда без реванш не не уйду карта есть хорошо все здорово это кто такой взрывчик повар взрывчик в шапочке взрывчик в атуре взрывчик в ковязке тебя надо был не мастер назвать а шахид какой-то взрывается 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 так глава 1 движение давай сразу сразу сюда вот к мастеру пойдем нанесем много урона мастер победим не дадим ему рисовать да это не честно так делать я же тоже так могу делать а точно я же могу сдвиг влево почему не могу почему он может а я не могу но сдвиг влево может быть бочку а почему не перемещается план давай мечника нарисуем хотя давай лучника вот здесь вот сложный бой тут надо прям подумать основательно почему я не могу тебя перенести я хочу чтоб ты упал этот зверь уже перемещался давай ткнем и ткнуть мы не можем да но я даже не знаю что делать ну давай спать ладно он сейчас в лучника плюнет а там и стой да это не честно 5 хп сразу зараста а я вот тоже так умею а я буду в мастера плеваться 2 хп главное чтобы заяц не подвел так это взрывчик пока он спустится у нас будет время еще настрелять в мастера так подвинул да но хорошо черт с тобой алис мечник хотя нет стой давай лис копейщик попробуем обойти он будет спускаться мы вот к нём копьем и мы переместимся сюда вот вот так вот кнуть мы не можем поэтому спать хорошо но тут прям надо основательно посидеть подумать как правильно действовать да 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 задолбал ты стрелять ты в меня уже в мире инкуринатов существуют разные типы апокалипсисов потом посмотрим так давай в него два урона пить мало мало но есть время можем успеть можем победить этот пока спустится там мешает тележка что ты делаешь ну-ка давай ка этот книгу на четверочку хорошо у мастера 14 хп еще так а если мы переместим его вправо а если влево он не упадет да давайте к нём ему вот так вот пальцы ему прям в глаз хорошо и еще отодвинем а зачем давайте зайца нарисуем да давайте нарисуем зайца и отодвинем возьмем его в окружении вот ну все все спать так мало чернил искры огня появились что это такое ухты ж бляха муха ухты жопа а ничего что тут бочка была нельзя было зацепиться как-то бочкой нет надо по-другому надо как-то это дело обходить перо спасло вас у нас есть еще одна попытка мы можем попробовать так реванш я хочу реванш требую реванша все далее надо как-то проработать у меня осел сразу есть это хорошо так блин если я сюда подойду он меня скинет опять как в тот раз поэтому давай просто вот здесь встанем и дрема вот этот вот противный вообще просто не невозможно какой противный он толкается он пинается если я вот здесь зайца поставлен меня толкнет да давайте вот здесь просто боюсь что он меня толкнет давайте я толкну почему я не могу вражеского толкать что не так то и пальцем ткнуть в него не могу хотя хотелось бы ну давай спать ладно так сейчас надо победить надо все на ход вперед думать надо соображать надо думать это стратегия как-никак ты упырь а ты упырь конечно игра на волынке вот тебе а как тебе как тебе такое так рисует хуйню свою хорошо так давайте выстрелим в него наверное потому что он сильно раздражает он меня прям бесит все почему я не могу вражеского игрока подвинуть у него нет ходов типа и ткнуть я его не могу может быть мне самому переместиться куда-то если я сюда перемещусь я боюсь что он меня скинет хотя он не дойдет до сюда а давайте и правда переместимся поближе чтобы нас верхний не достал потому что он что то делает по области это как шахматы по сути это как шахматы по сути просто по другому ага так отбрасывание не сработает тут бочка мешается а что если мы сделаем вот так сломаем бочку осел поднимется осел копытом разгонится и просто ткнет его так давайте нарисуем наверное еще одного зайца хотя давайте лису нарисуем мне нужна лиса лиса защитник будет почему я осла не могу использовать в смысле он перемещался я еще за осла не перемещался давай спать ладно вот вот иди гуляй отсюда шел вон отсюда вот так то вот и все что нового нарисует а нет ну это мелочь пузата это ни о чем мы можем показать жопу давайте покажем нашу зайчью попочку чтобы он ничего тоже не мог сделать хорошо искры огня вот это беда вот это мне не нравится я не знаю как это скажется на нас но мне это не нравится кстати он тоже на искрах огня и может попасться используйте подсказки идя пока что отсюда в жопу ну ладно давай включим далее а это подсказки такие типа что они могут что они умеют ну хорошо так давай сюда давай игра на валынке вот так то зайца жалко но что поделать а ты не можешь оттолкнуть давай переместиться переместиться и выстрелить вот сейчас поднимется лиса ударит вот это вот чувырлу правда на 6 урона не ударит явно ну а почему бы и да вон смерть есть надо попасть аааа зараза не попал на 3 хп всего лишь мало мало тычок не работает можем нарисовать зайца надо переместиться блин а мы все равно в огне будем я не знаю сколько огонь отнимет хп подсказки 3 урона фиксированного хорошо но 3 урона мы еще сможем выдержать поэтому не беда зато этот умрет сразу и тот 3 хп тоже получит блин тут все горит надо надо ускоряться сейчас сейчас просто победит тот у кого больше хп поэтому надо сейчас срочно ему снести хп поэтому копытом его сейчас стукнем вот на 7 хп на тебе словил зеленый дебил хватит рисовать свою хурму лучник в него на 3 хп вот 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 так ну давай спать давай тоже спать ну все у меня остается 4 хп у него одно точнее у него ничего не остается все мы выиграли это было легко вкус победы почти столь же хорош как вкус моих напитков превосходно поздравляю ну и что ж меня поздравляешь конечно поздравляешь ты я победил статус куки статус хп хорошо далее забираю я зверя так хочу пёс рыцарь лис копеечка хочу рыцаря хочу пёс рыцарь забираю я жест нарисовать бочку групповое пробуждение благословение давай благословение таланты шипы на пальцах прощальный дар ежевечерняя трапеза хп восстанавливай давай наверное хп золото и престиж чудесно теперь благодаря тебе мы можем начать вечеринку поехали должен сказать вздутие и взрывы приносят столько удовольствия вот почему я не пропускаю ни одной вечеринки ну замечательно ага все это следующая карта открылась да вечеринка вечеринка идет полным ходом смотри вон там смерть среди инкулинатов нет никого старше а у мастера нет лучшего спутника ты видишь как смерть склоняется чтобы взять оставленную кем-то закуску и острая коса болтается в опасной близости от шеи мастера смерть тянется за закуской и коса обрушивает свой смертельный удар мастер падает на пол бездыханный и безжизненный ой говорит смерть может не нужен мне был этот кусок сыра затем смерть замечает вас и манит к двери идем со мной я знаю как все исправить я не хочу но идти не хочу идти но вряд ли у меня есть выбор скажу как есть твой мастер мертв поверь мне уж я то в этом разбираюсь мы можем вернуть его к жизни но для этого тебе придется победить меня на дуэли если победишь я исполню твое желание вернуть мастера к жизни а у меня есть такое желание мне победить тебя но у меня еще даже выпускной экзамен не сдал тебе нужно отправиться в путешествие мастера и победить как минимум трех мастеров инкулинатов только тогда тебе хватит опыта и умений чтобы сразиться со мной буду ждать тебя у себя а пока прощай не беспокойся воскресенье то есть воскрешение обязательно состоится пока стой ушел ну что ж игрушка вроде бы неплохая вроде бы забавная надо прям посидеть подумать как я сказал это как шахматы тут вроде бы есть какая-то история какие-то забавные скиллы ну там посмотреть на попочку посмотреть еще на что-то подудеть из задницы не знаю что будет дальше не знаю будем ли мы проходить обязательно пишите в комментариях игрушка если я не ошибаюсь выходит 31 января поэтому время есть обязательно посмотрим если вы конечно напишите комментарии если же нет то собственно продолжаем поиск игрушки для прохождения ну а сейчас как обычно подписывайся жми на колокольчик обязательно ставь лайк коментируй если есть что сказать что рассказать рассказывай обо мне своим друзьям делай репосты в общем удачи и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok 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 субтитры сделал DimaTorzok